Квоты на лечение, инклюзивное образование, медико-социальная экспертиза, трудоустройство. Список вопросов, которые были сегодня рассмотрены, весьма обширен. Каждому из присутствующих на площадке оказания предметной правовой помощи было что спросить. Для нас сегодня очень важно, чтобы выявить какие-то, может быть, системные вопросы, которые сегодня волнуют людей с инвалидностью, их детей. Потом, чтобы в дальнейшем уже через какой-то системный подход планово их решать. Людей с ограниченными возможностями чаще всего интересуют вопросы, связанные с проведением реабилитации, говорит представитель Минздрава Бурятии Наталья Логина. Медики регулярно встречаются с жителями специализированного жилого дома инвалидов-колясочников имени Ржаны Будаевой. Всем обратившимся сегодня на встречи были даны разъяснения. Я думаю, что, приложив усилия, мы окажем им помощь. Рита Романова живет в этом доме уже третий год. Говорит, что за это время людям с ограниченными возможностями стало немного легче. Большинство возникающих вопросов вполне решаемы. Труднее всего найти работу. Конечно, мы же все воспитываем своих детей. Вообще очень сложно. Доступная среда, конечно, сейчас есть, потому что куда бы ни поехал, можно как-то решить вопросы социально-такси. Но самое главное, конечно, материально может быть, как-то занятость, потому что сидишь дома, все равно что-то хочется чем-то заняться. Сегодняшний формат встречи с инвалидами был применен в Улан-Удэ впервые. Но именно такой подход позволяет услышать каждого, кто столкнулся с той или иной проблемой. В перспективе такие выездные мероприятия станут регулярными. Алексей Унагаев, Жаргал Церендашиев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok